Президент России Владимир Путин объявил 2021 год годом науки и технологий. Цель – привлечь талантливую молодежь в эту сферу, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию стратегии научно-технологического развития. В рамках осуществления этой программы состоялось мероприятие в нашем университете, о котором мы расскажем в следующем сюжете. Мы в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Сегодня здесь проходит студенческая конференция в стиле ТЭД по проектам, реализуемым в рамках научных студенческих кружков и программы «Сириус лето». В этом году по инициативе студентов Казанского федерального университета впервые проходит конференция «First of Science». Направлено на то, чтобы студенты первых и последующих курсов смогли познакомиться с геологией в новом формате и с проектной деятельностью института. Нам в первую очередь стало интересно, кто же выступил с идеей проведения конференции в стиле ТЭД. Эксклюзивной информацией с нами поделилась студентка третьего курса Института геологии и нефтегазовых технологий Александра Халтурина. Инициатором формата ТЭД стали сами студенты, потому что мы вдохновились этой идеей. У нас каждый студент знаком с этим и нам, в принципе, понравилась эта идея, мы решили это реализовать у нас в институте. Конференция проходит в формате ТЭД. То есть сам спикер рассказывает в свободной форме о том, чем занимался в рамках проекта, который у нас связан с проектом «Сириус лета». То есть сами спикеры участвовали в данном проекте в качестве наставника. Наставник вместе со своим школьником делал проект. В этом году, конечно, все было дистанционно, но мы постарались максимально много рассказать нашим школьникам о том, чем мы занимаемся. И непосредственно каждый школьник мог видеть, как мы работаем в лаборатории, как мы отбираем образцы, как проводим исследования. В интервью нашему телеканалу старший преподаватель кафедры геофизики и геоинформационных технологий Андрей Терехин рассказал, что в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета на протяжении нескольких лет активно работает система наставничества. Студенты, прошедшие через Олимпиаду научной конференции, становятся наставниками для школьников, потенциальных абитуриентов, которые приходят заниматься в институт. Это повышает компетенции студентов, а для школьников это возможность заниматься проектной деятельностью. Мы хотим этой конференции показать для других студентов путь развития, то есть, что они имеют широкое окно возможностей в проектной деятельности. Дело в том, что это не только работа со школьниками, это и вовлечение студентов в научные проекты, которые могут стать темой их курсовых, а потом и выпускных квалифицированных работ, а возможно уже и в продолжении учения в аспирантуре и такой серьезной научной деятельности. Заместитель директора Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Андрей Терехин поделился в интервью нашему телеканалу тем, что организация проектной деятельности опирается на научные кружки. У нас в институте геологии и нефтегазовых технологий действуют сейчас три научных кружка. Это кружок инженеров-нефтяников СПИ, кружок геофизиков-исследователей СГ и кружок при геологическом музее. Также в стадии срождения по направлениям есть еще цифровая обработка КЕРНа кружок, Digital Rock они его называют. У нас работает такая школа, ГИС-студия, которая занимается геоинформатикой. Один из старейших кружков, он тоже представлен у нас. Илья Андреев, Линард Авлитьяров, Юнивер Ньюс.